здравствуйте дорогие друзья меня зовут смирнов константин анатольевич я сотрудник оголов центра и преподаватель оголов центра то есть я работаю как лечащий врач здесь и я преподаю герудотерапию и апитерапии пчелоужаливание лечение пчелиным ядом о котором собственно и хотел сейчас поговорить апитерапия это мощный способ воздействия на человеческий организм и по этой причине им занимается достаточно малое количество людей хотя пчеловодов много да и по данному воз около 80 процентов долгожителей на нашей планете это пчеловоды а вот лечат пчелами мало вот почему потому что пчелиный яд это мощное лекарство но это яд и то что может вылечить можете убить пчелы убивают больше людей на нашей планете чем акулы бешеные быки собаки и прочие животные вместе взятые это маленькая пчелка она может принести тебе жизнь она может принести смерть собственно говоря поэтому мало людей а реально занимающихся апитерапии 99 пациентов пройдут себя нормально сотый выдаст такую реакцию что мама не горюй вплоть до реанимационных мероприятий и смысл и основная цель моего семинара который я читаю на базе голов центра это и есть выработать у обучающихся такую стратегию действий чтобы свести осложнение к минимуму оставив пользу от пчелиного яда а пчелиный яд может лечить у нас ревматические болезни пчелиный яд прекрасен в лечении болезней опорно-двигательных аппаратов это суставные болезни это болезни миозиты болезни связок весь опорно-двигательный препарат аппарат это наше больше того можно ставить пчелки не большими дозами а малыми дозами по биологически активным точкам и эффект будет больше а более меньше можно ставить пчелы безболезненно детям ослабленным пациентам мы берем пчелу сажаем ее на тряпку она сбрасывает жало и в первые несколько секунд сбрасывает свой болевой яд а потом уже около полчаса этот маленький мешочек с ядом с иголкой выбрасывает палец палец яд поэтому зачастую когда я ставлю детям я приводят родители детей на пчелу жалю не говорю хорошо я проставлю на тебя родитель сделаем биопробу посмотрим паша как правило реакция ребенка и родителя похоже родитель почувств про чувствуют я переношу жало с родителя на ребенка ребенок уже как бы видят что не просто при привести на ним издеваться то есть апитерапия практически по возрасту не имеет ограничений от младенца до стариков но у каждого своя доза у каждого своя политика чистота постановки именно этим подробностям будет посвящена семинар на базе оголов центра чтобы вы получили в свои руки мощное средство исцеления и не навредили пациенту повторяю еще раз это болезни опорно-двигательного аппарата это ревматические болезни это аллергии всех этих самых аллергические заболевания самых разных форм от банальной сенной лихорадки кончая тяжелых аутоиммунных заболеваний при которых апитерапия в комплексе с другими методами лечения позволяет заметно улучшить качество жизни заметьте я не говорю про полном излечении таких заболеваний как ревматоидный артрит системная красная волчанка но избавить человека от зависимости от гормонов от тяжелых других тяжелых химических препаратов вплоть до цитостатиков которым лечит рак сейчас лечит аутоиммунные заболевания для таких пациентов конечно пчелы ужаливание это пожизненно вот но могу сказать что уже не один десяток людей с моей подачи завели у себя улья то есть такие люди они как бы проходят курс лечения обучаются и впоследствии это сказать становится пчеловодами уже вот я сам учился у такой женщины которая подняла себя с инвалидной коляске светлана дедерия если увидит мои мои поклоны и благодарности за то что свое время научила меня и сейчас лечит других апитерапия это нарушение иммунной системы это такие заболевания как хронический герпес инфекционный мононуклеоз то есть сдвиг иммунитета который позволяет этим противным вирусом без бесконечности удерживаться в организме персистировать я знаю что существует час работы по лечению вич инфекции сам не сталкивался с такими пациентами 0 литературе читал что для улучшения качества жизни вич инфицированных больных апитерапия тоже весьма полезно то есть еще раз говорю от самых простых до самых сложных заболеваний мощное средство которое позволит нам заметно улучшить качество жизни тяжелых больных и полностью вылечить тех больных которые не тот же самый герпес он напрямую не убивает но заметно снижает качество жизни вот последняя работа я смотрел японских исследователей даже депрессию связали с вирусом герпеса 6 типа с нарушением это самое деятельности мозга с лимбической системы пораженного этим герпесом то есть вот герпес инфекционного нуклеоза масса масок продукты пчеловодства отдельная тема который был обсуждать на семинаре полностью говорить не буду но скажу допустим что потому коронавирусу который сейчас у всех на слуху еще в 90-х годах работы профессора лудянского штаммы коронавируса все чувствительно к прополису и я могу сказать что и себе и сам капаю водный раствор прополиса и своим пациентам рекомендую и чуть-чуть те кто капают никто до сих пор не заболел банально перед водный раствор повторяю спиртовой не нужно себя спиртом в нос капель простой рецепт прополис мощный природный антибиотик маточки на молочко перга пыльца есть масса продуктов пчеловодства и способов их применения это тоже будет освещаться на семинаре то есть апитерапия это обширная область знаний понятно что за два дня полностью не освоите но то чтобы начать да и сделать это безопасно и сделать это с пользой для пациента я постараюсь на семинаре изложить апитерапия требует индивидуализации нельзя всем ставить по одной по одной схеме есть прекрасные книжки их можно скачать в интернете но надо понимать что для одного человека это одна пчела раз в неделю другой легко переносит 10-20 пчелок смертельная доза для взрослого человека от 200 до 500 но уехать в мир иной можно и от одной пчелки допустим попавший в дыхательные пути у чистительного пациента поэтому всегда ставим пробную пчелку иногда делаем косвенную постановку то есть жало сначала кусает тряпку потом переносится на на область почки и смотрим биореакцию организма есть первичная реакция да есть отсроченная то есть надо наблюдать в течение суток двое я могу сказать что у меня есть пациенты которые для которых доза пчелы 1 2 пчела вот наблюдал онкологическую больную уже больше 8 лет изначально там у нее была продавлена иммунная система температура тела не поднималась выше 35 и 5 градусов вот одна пчелка у нее было нормально там 2 уже было много вот сейчас она легко на трех пчелах и температура нормализовалась и процессы у нее онкологически я не говорю что вылечился но по крайней мере он находится в стабильной то есть опухоль и законсервировалась что уже немаловажно для таких пациентов очень быстрый эффект на эпитерапии при и шансах радикулитах то есть воспаление межфосциальных пространств глубоких околопозвоночных мышц когда глубокие околопозвоночные мышцы воспаленные сдавливают нервный корешок выдавливают вот эти вот грыжи шморля до соответственно возникает патологический замкнутый круг человеку больно еще больше спазм мышечный надо его разорвать вот тут годятся как и пиявки но пиявки течет кровь неудобно работать мануальному терапевту пчелки прекрасно сочетаются и со стопатии с мануальной терапией то есть кровь не течет ставим на триггерные точки пчелки у нас быстро уходит спазм и для мануального терапевта работа заметно облегчается то есть в практике мануального терапевта апитерапия лучше чем пиявки я люблю пиявки их не один десяток тысяч разбросал но в последние годы я вот собственно говоря при таких патологиях позвоночника пиявки ставлю все меньше отдаю предпочтение пчелкам про пчелы можно рассказывать долго да но надо понимать индивидуализация подбор каждому пациенту именно этому я посвящу отдельное время на семинаре спасибо за внимание дорогие друзья и до встречи и Продолжение следует...